Здравствуйте! С вами Лариса Чертян и сегодня у нас в студии Анастасия Азарова. Анастасия – блогер, бизнес-леди, организатор различного рода мероприятий, приехала к нам из Благовещенска. Анастасия, привет! Привет! Можно, да, на «ты» мы будем? Да, конечно. Анастасия недавно дала старт своему детищу очень интересный проект. Проект называется «Лица». Вот сегодня мы с ней об этом как раз и будем разговаривать. Расскажи, пожалуйста, какая ключевая задача проекта «Лица»? Вообще, про что это? Ну, во-первых, всем здравствуйте. Я бы, наверное, к своему представлению еще добавила, что я наставник по личному бренду. И, собственно, когда начну рассказывать про проект, будет понятно, да, почему. У меня очень большой опыт, бэкграунд, чем я занималась много лет. Я 10 лет была редактором журнала «Глянцево» в федеральной сети. И у меня был очень большой опыт работы с предпринимателями, с бизнесменами в продвижении. Это мероприятие офлайн, это продвижение в печатных медиа. Два года назад, когда пандемия была, ну, где-то там, я поняла, что история про журнал уже мне неинтересна, я уже с нее выросла. И я завершила эту историю, этот проект. И я дала себе осознанно год на то, чтобы уехать с Благовещенска и подумать, а про что я дальше, а что я хочу делать дальше. Я считаю, что вот каждому человеку нужно периодически такую пересборку делать, вот. И так как у меня был уже опыт 10 лет назад уехать с Благовещенска с мыслями насовсем, вот, и потом я опять вернулась, да, то когда уже два года назад я приняла решение, я это называю уехать из дома, да, так осознанно, пустить нос по ветру мне хотелось. Я уехала и очень много всего нового в себя впускала, понимала, насколько я уже изменилась. И я начала задавать себе вопросы. У меня даже было желание остаться жить в Сочи, как у многих, наверное, кто посмотрит. Я всегда, вообще сейчас я топлю за то, чтобы люди никуда не переезжали, а жили здесь, вот. Ну, если так, забегая вперед. В общем, но сама я делала две такие попытки. Вот это моя последняя попытка, когда я была в Сочи. Я начала делать какие-то действия, ходить на какие-то мероприятия, что-то придумывать. В какой-то момент села такая, честно с собой поговорила. Настя, а почему ты уехала с Благовещенска? Ну, потому что тесно стал, он маленький город. Я с 18 лет, на минуточку мне 40 лет. Я с 18 лет тогда была... Перебью, Анастасия, ты шикарно выглядишь. Спасибо большое. Никогда бы подумала. Продхожу под программу. В общем, 20 лет я была суперактивисткой в своем городе. Мне уже стало очень тесно, ну, просто. Вот, и, окей. Потом, что я заметила. В южных городах вообще, вот такие, в Сочи, Геленджик, Ванапу, когда люди переезжают, ну, и даже за границу многие. Когда я посещала мероприятия, я видела такую тенденцию, что там очень много классных, крутых людей, идейных, творческих. Но им там нет для кого вещать. Они как будто бы собираются и друг другу вот что-то пытаются продать. Между собой. Дальчики такие, на 2-3 человека. А я за столько лет привыкла мероприятия, там, по 200 человек, залы собирать. Но для меня это была какая-то несерьезная история. Но важным моментом, что я для себя выявила, каждый раз, когда я приходила на какое-то мероприятие, и мы там знакомились на нетворкингах, и я говорила, там, а ты откуда? Я с Благовещенска. Там, в центральной части, они вообще не разделяют, что это какие-то отдельные истории. Очень часто я слышала, а, это там же, где Сахалин, да, у нас там клиенты были, квартиры покупали. Или там, а, это вот рядом с Владиком, да, у меня там подруга живет. Они вот это все, ну, какой-то общий такой кусочек. И когда я раз это услышала, второй, третий, пятый, я такая, хм, интересно. И, ну, что я поняла? Что я не готова, вот мне было 38 лет, Настя, и что ты хочешь сейчас переехать на новое место, начинать все заново, качать свой личный бренд. Ты его столько лет там качала, тебя знают, у меня просто диапазон, там, от 6 до 70 лет, да, моих каких-то знакомых, друзей, детей, взрослых из разных ниш. И я, когда поняла, что, ну, окей, тесно мне в Благовещенске, а есть целый Дальний Восток. И это же вообще непаханное поле, и очень много людей. А я сама по натуре еще очень люблю перемещаться, познавать что-то новое, очень люблю знакомиться, а я с Благовещенском, ну, со всеми уже знакома, как бы, вот. И я поняла, что, ого, как классно. И я, это, знаете, так было очень, как в кино, просто эпично. Я как заблудшая дочь 31 декабря, спустя почти год, вернулась в Благовещенск, и у меня уже было понимание проекта. Вот, и сначально, еще я поняла такую вещь, и я всегда ее транслирую, когда я с людьми общаюсь, если кто-то приходит ко мне, там, на консультации или обучение, никогда не обесценивайте весь тот опыт, который вы уже вложили. Энергию, время, годы, деньги. Нельзя это обесценивать. Нужно взять то, что у вас уже большое, мощное, и как-то по-другому обернуть, с чем-то другим соединить то, что, там, ну, в контексте времени, там, тренды или что-то еще, да. Вот, и я поняла, а что я умею делать? Я 10 лет издавала журналы, я разбираюсь в издательстве, я 10 лет работала даже больше с другими бизнесами, я понимаю, в продвижении и в оффлайн. А оффлайн, как мы знаем, да, новая роскошь, сейчас опять очень популярен стал. И я поняла, что проект Лица будет сейчас представлен, я решила выпускать книги, книги о людях, вот, постепенно, то есть я вернулась в Благовещенск, начала работать над книгой Лица Благовещенска, год назад, полтора год назад я ее выпустила. И пока шла вся эта работа, знаете, вот как бы в процессе создания этой первой книги, вот все смыслы, они как бы и доформировались вообще, а про что я, а что я хочу, а как я хочу транслировать. Ну и если вот как-то так очень кратко, да, то проект Лица — это проект о людях, которые активны сейчас, это важно. Потому что очень часто, знаете, у нас вот, ну, все знают о ком-то, да, а этим людям уже вообще по барабану, что тут происходит, про личный бренд, про развитие, какой-то вклад, они, может, и не живут здесь. Но почему-то все вот как бы акценты делают туда. И мне очень важно было находить новых таких активных людей, вот таких, как я, но которые, может быть, только начинают путь, или уже, ну, нормально, да, но все равно они любят место, где живут. Вот ключевое — это люди, которые активны сейчас, они готовы развивать то место, где они живут, они очень любят свое дело, горят им. И я вот как-то фокус именно на этих людей. Это вот первая задача. Я как наставник по личному бренду, ну, вот через книгу тоже хочу показать, что это один из возможных вариантов, площадка, где можно о себе рассказывать, где доносить людям про свои смыслы и ценности. Потому что, ну, если о вас не знают, ну, тогда, как говорят сейчас, это даже преступление. Нельзя. Если у вас есть что-то полезное, что вы можете дать другим людям, да, как-то изменить мировоззрение, дать качественную услугу, и люди об этом не знают, ну, это прям нельзя так делать, вот. А личный бренд — это, как раз, история, которая помогает развивать. А книга или какие-то другие медийные проекты, программы, я почему всегда поддерживаю те, кто журналы выпускает, программы, подкасты, но без этого сейчас никак. Люди покупают у людей. Ушло то время, когда покупают у вывесок, да, у каких-то названий, только если это большие бренды. Если это небольшие бизнесы, небольшие проекты, люди покупают у людей. Вот это вторая идея, как бы стимулировать историю с осознанной работой над продвижением своего личного бренда в регионах. Потому что в регионах есть вот такая специфика, что, ну, как-то это, наверное, не скромно, или вот это слово, ну, что я не буду пиариться, это не про то. Это вот что-то такое, ну, то есть в Москве, в центральной части Западной об этом даже не надо объяснять, все уже понимают, что нужно в это вкладываться, что это инвестиция, которая работает в долгую. И еще одна ключевая мысль, которую вообще через проект «Лица» я несу и показываю своим примером. Я считаю, что вот так же, как я когда-то поняла, что, да, я родилась в Благовещенске, я все детство там провела, выросла, родители у меня Сахалина, тоже детство ездила на Сахалин, в детстве ездила в Владивосток. И если мы будем не только, я это, знаете, как называю, смотреть под ноги, да, если мы будем смотреть по сторонам, если мы будем не только вариться каждый в своем городе, ну, вот когда люди в городе варятся, ну, что-то скучно, да, если еще маленький город там, нам пойти некуда, мероприятий нет, до всех, знаю, ничего интересного не происходит. И люди все сидят и как-то вот так грезят, ну, если учиться, то куда-нибудь в Москву, если пойти погулять, ну, как-то вот отдохнуть, то где-то вот обязательно это там, что-то все, ну, все куда-то туда хотят. А я хочу показать, что, ребят, если мы будем с вами дружить городами, вот ключевая идея, это немножко как бы подразмыть границы регионов и также всем показать, что мы Дальний Восток, мы не отдельно каждый город, мы Дальний Восток, мы здесь рядышком находимся, и нам не сложно друг к другу приехать, да, я приехала к тебе сняться в передаче, завтра я поеду вести для одной компании тренинг в Хабаровске, потом я еду выступать в Комсомольске-на-Амуре, мы тут рядом находимся. И если мы будем знать друг друга, во-первых, да, кто чем занимается, мы сможем дружить, общаться, усилять друг друга, партнерство создавать, покупать у друг друга в конце концов, и тогда, ну, как бы все же в любом случае все делают, ну, люди хотят хорошо жить, да, все хотят денег, вот. И если мы будем себя замечать друг друга по соседству, покупать у друг друга, поддерживать друг друга, вот это наш дизайнер, да, Хабаровский, вот мы поддерживаем друг друга, я купила изделие, Если мы будем знать, кто чем может сделать жизнь ярче, лучше на Дальнем Востоке и будем друг друга поддерживать, мне кажется, тогда и желание куда-то отсюда убежать будет сильно меньше. Я не говорю, что это моя такая какая-то не то чтобы мечта, но это большое желание. И пускай какую-то долю я в это внесу, как могу в своих масштабах. Я не супер большой бизнесмен, у меня нет каких-то оборотов огромных. Я просто человек, которому не все равно, который любит это место, который знает, что можно по-другому, что можно жить классно, ярко, чтобы хватало на все, что ты хочешь, не уезжая с того места, где тебе кайфово. Но тут важно быть открытым, открытым новому и открытым людям, ну и в общем видеть возможности. Настя, ты в принципе ответила почти на мой вопрос следующий. Вопрос звучал так, кто герои книги? Предприниматели, я правильно понимаю? Предприниматели, эксперты, есть и бизнесмены. Но вот еще ключевой момент, что я не делаю ставки только бизнесмены. Знаешь, вот когда вот только какие-то серьезные такие дядьки. Я говорю, что, знаешь, еще как я говорю? Я говорю, что мы все друг другу нужны. И вот есть такая тенденция тоже, когда я зову на свои какие-то мероприятия или даже в книгу людей с серьезными результатами. Они, ну, либо не хотят светиться, так скажем, да, либо уточняют, а кто там будет? Ну, в общем, кто рядом? Кто рядом, да, да. Прямо вот так и спрашивают иногда. И знаешь, я тут вот такой, я начинаю прямо говорить, слушайте, ребят, вот вы строите дома, отели, рестораны. Вы здесь вкладываете деньги, у вас бизнес, вы зарабатываете. А как вы думаете, кто этим всем будет пользоваться? Ну, то есть, если вот эти люди, которые сейчас, может быть, на начале пути, на середине пути, у них какие-то свои результаты, но они любят то место, где живут и любят то дело, чем занимаются. Это они ваши клиенты, это на вот то, что вы создаете. И если вы тут не будете как-то их поддерживать, хотя бы просто информацией, да, или своим присутствием, что вообще это все создается, ну, они все и будут уезжать тогда, как бы, кто будет пользоваться, кто вам вот этот бизнес и будет, ну, в общем, прокачивать вот эту историю. Поэтому в проекте у меня абсолютно разные люди. И ты знаешь, вот я книгу на самом деле вот эту, именно лица Дальнего Востока, делаю почти год. Она три раза поменяла формат, и мне прям было важно ее прожить. Вначале я хотела ее сделать, знаешь, такую основательную, большую, вот такую солидную, чтобы она, короче, тут такая вот на века лежала. Это был следующий вопрос. А, да? Я еще иду по твоему плану. А потом какие-то вот такие истории, какие-то вот такие вопросы от людей больших и солидных, я понимаю, что это вообще не про меня. И вот мне очень важно, и я думаю, вот для всех всегда говорю, делайте проекты, которые вам откликаются. Я про что? Я про открытость, я про легкость, я про гибкость, про любознательность, про объединение. А книга у меня будет тяжелая, дорогая, вот такая. Она будет, как книга в переплете в толстом. Она будет, понимаешь, это как раньше. Я всегда говорю, это мышление прошлое, вот это все основательно, дурако-богато. Это не как журнал. Нет, это будет книга, она будет в твердом переплете, но она будет компактная, квадратная, аккуратненькая. Мне прям было важно, чтобы ее, знаешь, в каждом заведении, то есть книга, после того, как она выйдет, мы сейчас еще об этом поговорим, она разлетится в течение месяца по региону. Это отели, рестораны, посещаемые самые классные места. Мне было важно, чтобы для этой книги везде нашлось место, потому что, когда это большая такая история, не в каждом заведении есть место, куда это положить, это одно. А второе, ну вот она лежит, как, знаете, произведение искусства, вот такая Библия. Ее человек посмотрел, сказал, ну, красиво, дай Бог, если открыл на каком-то одном развороте и закрыл, да. А я хочу, чтобы она была рабочая. Я вообще про действия, я про результаты, я про пользу. Я хочу, чтобы ее открывали, листали, не знаю, я вам прям разрешаю, уносили откуда-нибудь. Вот прям разрешаю всем прям забирать ее, чтобы она несла пользу. Я хочу, чтобы эта книга стала супер такой, знаете, полезной подборкой классных, интересных, ярких людей по региону, с которыми можно делать дела, заказывать рекламу, брать консультацию. Там будут телефоны, адреса, пароли, правильно? Там будут QR-кода с переходом на какие-то либо соцсети, либо сайты, ну, кто как, кто-то на личный WhatsApp. Я, допустим, не скрываюсь, и я пока еще, ну, вот у меня будет там личный контакт. То есть она будет максимально полезная, максимально такая рабочая книга. И я прям уверена, я буквально на днях писала письмо редактора финальное, и я там написала такую фразу, что я знаю и верю и хочу, чтобы эта книга стала прям таким классным подарком для каких-то ваших друзей, кто, может быть, сейчас развивается или хочет масштабироваться на регион, или только переехал в регион, ничего не знает, с кем, чего начать, да, через что рекламу, у кого какие-то примеры посмотреть. Вот я точно знаю, ее будут дарить, я точно знаю, там люди будут друг друга находить. И я точно знаю, что вот эта моя идея с размытием границ, она и начнет через книгу работать. Мало того, что мы внутри будем друг друга замечать, еще один момент, книга будет в отелях, а к нам сейчас очень много кто приезжает. И у меня есть пример положительный, несколько примеров в Благовещенске, когда к нам приезжали люди на разведку, как они это называют, да, кто-то по логистике сейчас очень много там с Китаем связано, кто-то по СОИ, кто-то что-то какой-то там креативный кластер открывать. И просто меня находили в книге, прям приглашали, даже подарки дарили и говорили, Анастасия, у меня была неделя приехать и все здесь понять, разузнать. И я увидела в отеле вашу книгу, я всех нашла со всех сфер, где мне нужно. Тут же через QR-код с ними назначила встречу, здесь же в отеле они поделились еще какими-то контактами, да, как оно работает, вот, ну, открываются дверки. И я, говорит, просто за три дня сделала свою работу, просто вам огромное спасибо. А так, говорит, я приехала, даже понятия не имею, с чего начинать, куда идти, кому обращаться, кто здесь, что знает. Вот, и я верю, что книга «Лица Дальнего Востока», ну, это прям такой же эффект, только X, там, не знаю. Ее можно будет приобрести, купить, правильно? Ее можно будет, да, приобрести, какое-то количество тиража, ну, если оно будет заканчиваться, что-нибудь еще допечатано. Да, да, электронный формат тоже будет. Да, будет обязательно электронный формат. Это важно, да. У нас есть сайт, проект «Лица.рф», и как только сейчас мы закончим, у нас, если честно, команда просто 24 на 7, там, не спит уже последний месяц, мы зальем свежую книгу, и можно будет читать, смотреть и также переходить по ссылочкам на какие-то другие источники наших героев. Недавно видела у тебя в соцсетях, что планируется большое мероприятие в Хабаровске, да, где будет презентация книги, и, собственно, все участники этого проекта будут на нем присутствовать. Расскажи поподробнее об этом. 30 ноября в Хабаровске в гостинице «Интурист» мы проведем большой дальневосточный нетворкинг. Вот прям вот так я захотела это назвать, и это будет такое финальное мероприятие, к которому будет приурочен выход книги. Моя идея, это не будет в чистом виде презентация книги, нет, это будет большой дальневосточный нетворкинг. Я еще из одной из моих направлений, последние два года я проводила нетворкинги, я очень много их по России посещала, и я, у меня есть моя такая авторская методика, как сделать так, чтобы люди, которые приходят на мероприятие, для них это было максимально полезно, чтобы это было максимально применительно, чтобы просто вот, ну, я просто вижу, что там происходит, и очень много в Благовещенске я проводила, в Якутске столько реализаций, столько рождается новых проектов, каких-то коллабораций, и это за этим приятно наблюдать, когда присылают какие-то отзывы. Вот, поэтому идея на этом нетворкинге собрать, ну, я сделаю максимум, конечно, и моя команда, и чтобы с разных городов нашего региона люди приехали, и там будет создана комфортная обстановка для того, чтобы завести качественные знакомства. Чтобы это не было, ну, знаете, разница вот, допустим, конференций, да, там есть другие звезды, мы смотрим других людей, и где-то в перерывах там между, да, в очереди за кофе мы там успеваем с кем-то познакомиться, а моё мероприятие, оно прям нацелено на то, чтобы вы прям вышли с нормальным таким списком контактов, и там будут не только герои, там будут просто все желающие, кто хочет развиваться, знакомиться, узнавать, что вообще происходит на Дальнем Востоке. Я обязательно приеду на ваше мероприятие. Обязательно, обязательно. Я хочу пригласить всех, кто посмотрит, если вы, если у вас есть бизнес, если у вас есть небольшое дело, если вы эксперт в какой-то сфере, чтобы вы не думали, что это не для вас, обязательно приезжайте. Вот я, вы на мероприятии всё прочувствуете, все смыслы, что я доношу, мне очень хочется вот прям максимум с людьми этим поделиться. Мы друг другу нужны, неважно, психолог ты, IT, копирайтер, бизнесмен, мы все друг другу нужны, мы все друг другу пользуемся услугами. И я вот хочу вот так вот, знаете, как это, максимально всех вот так вот ниточками соединить. Поэтому буду очень рада видеть и жителей Биробиджана, активных людей, предпринимателей. Приезжайте, будем знакомиться, будем дружить, будем узнавать про друг друга и чаще к друг другу ездить. Настя, спасибо большое, было очень интересно и информативно. Приезжай к нам обязательно ещё в гости. Я думаю, ты такой активный, деятельный человек, у тебя будут ещё много разного рода проектов, да, если есть какие-то новые проекты, поделись. Да, наверное, знаете, чем поделюсь. Что касается проекта «Лица», честно, у меня была такая история весь этот год. Вот я думала, то есть сейчас я выпущу книгу, проведу финальное мероприятие, донесу всем смыслы. Настя, а дальше что? Я всегда себе периодически вот такие вопросы. А про что? А что дальше? Я себе задавала вопросы. И недавно я прям получила несколько таких прям знаков. Один из них был в Москве, я общалась, в общем, на одном мероприятии. Поделилась то, чем я занимаюсь, что я выпускаю книги о людях. Это надо было видеть реакцию. Все такие, конечно, оставляй. Ну, немножко забегая вперёд, что хочу сказать. Дальше вот это мероприятие, выпуск книги в этом году для меня — это такая финальная история моей активной деятельности на Дальнем Востоке. Но я не уезжаю. Я вот и хочу показать, что даже живя на Дальнем Востоке, в том городе, где тебе хочется, я сейчас приехала в Владивосток, мне хочется пожить во Владивостоке, можно работать на Россию, можно работать на мир, ездить на мероприятия на пару дней в Москву или ещё куда-то и возвращаться там, где тебе классно. И вот это будет такая кульминация, финал. Я людям донесу эти смыслы, и дальше оно как-то пойдёт само во что-то. Тут есть, кому проводить мероприятия, кто прямо на этом специализируется. А я пойду дальше нести эту историю. И вот это, говорю, новость, что нам товарный знак наш, в общем, официально теперь есть. Поздравляю. Да, и мы, ну теперь я могу с проектом «Лица» пойти и дальше, нести, в общем, эту историю про… Ну я вообще про русских людей. Я люблю Россию, я люблю русских людей. И у меня уже есть задумка следующей книги, которую я планирую где-то весной выпустить, но уже это на другой масштаб, это будет на Россию. Ну и также я как тренер и наставник по личному бренду я сейчас готовлю программу. Это онлайн-программа, называется «Лайфхак». Старт её будет 1 января, вот, ну в декабре примерно я начну о ней рассказывать, так что вот если что-то где-то увидит. Классная программа, на самом деле, она как раз про то, как приходить к каким-то результатам. И вот для меня это всё строится на трёх китах. Как мы себя чувствуем внутри, как у нас дела обстоят снаружи и насколько мы проявлены в социум, какие у нас отношения с миром. И я там, ну, даю прям такие применительные какие-то задания, техники, то, что я сама в своей жизни применяю. Возможно, возможно, для кого-то это станет такой точкой отправки. Ну и следующий год я планирую посвятить именно этой программе, продвижению этой программы «Лайфхак» — это онлайн-продукт мой будет, и проект «Лица» уже на Россию. Ну, мы в следующем году с тобой встретимся, и ты расскажешь про новый проект, как раз в январе. Я думаю, да? Спасибо, Настя. А может быть, ты где-нибудь будешь брать интервью в Москве у меня? Возможно. Да, почему бы и нет. Почему бы и нет. Спасибо, Настя. Спасибо огромное. С вами была Лариса Очертян. И помните, красота требует. Алекс, мы делаем вас модными уже более 20 лет. Очки по вашему заказу всего за полчаса. От бесплатной диагностики до готовых очков всего 30 минут. И это не шутка. Это оптика-сервис на биржосе 2-й километр 17-B. Приходи и покупай свои очки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok